когда на глаза попадается аквариум неважно где у знакомых в офисе или вовсе в кафе мы первым делом обращаем внимание на его внутренний дизайн потом смотрим на рыб которые словно притягивают на себя взгляд на растения если они там есть и только потом в большинстве случаев случайно можем увидеть улитку пожалуй самой популярной аквариумной улиткой на сегодняшний день является ампулярия о ней я и буду говорить в этом видео родиной улиток ампулярий является амазонка но сегодня она широко распространена и на гавайях эти улитки живой природе живут абсолютно во всех видах водоемов в озерах реках прудах и каналах а порой и в лужах это связано сезоном дождей и засухи ампулярии хорошо приспособлены к таким условиям жизни на мускулистой ноге этой улитки имеется дверка которую она закрывает когда случайно попадает на сушу или чувствует опасность помимо этого у ампулярий универсальная дыхательная система она имеет и жабры и легкие по этой причине ампулярии часто поднимаются поверхности аквариума и с помощью дыхательной трубки закачивает свои легкие воздух ампулярии пользуются огромной популярностью в аквариумистике выполняя при этом функцию аквариумных санитаров они съедают весь недоеденный рыбками корм и чистят стекла аквариума изнутри при этом содержание крайне неприхотливы и нетребовательны популярность ампулярий закрепляется достаточно крупными размерами от 5 до 15 сантиметров в зависимости от вида а видов ампулярий около ста при этом они разделены на четыре основных рода ампулярию часто называют яблочной улиткой окрас раковины живой природе не особо приглядный но в аквариумах любителей часто встречаются ампулярии ярко-желтого цвета являющийся альбиносной формы благодаря селекционерам сегодня продажа встречается белые ампулярии розовые фиолетовые и даже голубые но найти ампулярии таких цветов задача не из легких цветные улитки оригинально смотрятся в аквариуме являются необычным украшением замкнутой экосистемы невзирая на то что эти улитки простых содержание есть нюансы о которых нужно знать каждому аквариумисту который хуже содержит или только планирует завести стоит начать с того что ампуляриям не всегда нравится аквариум возможно им не нравится показатели воды ее температура или скудное кормление с легкостью и безопаски они могут покинуть аквариум по этой причине на аквариуме обязательно должна быть крышка или покровное стекло но не забывайте о том что ей нужен атмосферный воздух и поэтому между крышкой и водой должно оставаться пространство хотя бы 5 сантиметров проверьте температуру воды она должна быть от 20 до 25 градусов они любят жесткую и щелочную воду в аквариумной воде должно быть достаточное количество кальция в противном случае раковина ампулярии будет разрушаться можно добавить в аквариум ракушки мраморную крошку а некоторые аквариумисты добавляют измельченную яичную шкарлупу но как правило к таким методам прибегают только тогда когда панцирь улитки покрывается сколами и отверстиями то есть не проводят профилактику пока не случится беда на одну взрослую улитку рекомендуется объем около 10 литров замечу что продолжительность жизни ампулярий напрямую зависит от температуры воды в аквариуме если быть точнее то при температуре воды 18 градусов ампулярия может прожить около четырех лет но учитывайте тот факт что все ее жизненные циклы и процессы замедляются замедляется развитие улитки если температура воды будет около 28 градусов жизнь улитки уменьшается до одного года но при этом она очень быстро развивается и растет таким образом каждый аквариумист сам может решить сколько и как жить его улитки естественно ампулярий содержат в аквариумах с рыбками хотя они красивые интересны настолько что их можно содержать отдельно но не с каждой рыбкой ампулярии хорошо уживаются например с цихлидами они как правило долго не живут так как попросту становятся их кормом боцы это мирные рыбки но любая улитка для них является лакомством исключением будет лишь крупная взрослая улитка соответственно молодые ампулярии не являются исключением и рано или поздно боцы обязательно опустошит раковину с барбусами гуппи гурами данио малинезиями скаляриями золотыми рыбками и другими подобными рыбками ампулярии чувствуют себя достаточно уверенно и могут прожить всю свою жизнь бывают конечно исключения но в целом переживать за них с такими соседями не стоит если внимательно присмотреться к ампуляриям не сложно заметить что на голове у этой улитки имеются достаточно длинные усики особенно два верхних не считая трубки которые они выпускают у поверхности воды для атмосферного воздуха замечу что у крупных ампулярий эти усики могут достигать длины в 10 а порой и в 12 сантиметров естественно рыбки неважно крупные или мелкие такие усики воспринимают как корм ведь они так похожи на аппетитных червячков по этой причине даже мелкая рыбка может попробовать их на вкус это конечно опасно но особо переживать не стоит если это уже произошло у ампулярии существует способность к регенерации буквально за месяц она отрастит любой потерянный орган включая глаза кстати глаза у ампулярии есть и находятся не у основания верхних усиков вот только зрение у них плохое и по большому счету они могут отличить только светлое от темного под глазами находятся два коротких усика если выражаться грубо то можно считать что это нос ведь их основная функция поиск пищи скажу и о том что у этих брюхоногих моллюсков очень хорошо развито обоняние рот у ампулярии тоже своеобразный и стоит на нем заострить внимание вообще пищеварительная система ампулярий приспособлена для питания водной растительностью это водоросли различные обрастания на корягах стеклах и различных гротах конечно если они остаются голодными могут по обгрызать и растения особенно если они не жестко листные но в аквариуме они очень хорошо поедают и белковую пищу но о кормлении мы поговорим позже ротовая полость ампулярии имеет радулу радула или как я еще называю терка это аппарат служащий для соскабливания и измельчения пищи моллюсков ее можно сравнить землечерпательной машиной которая снабжена ковшами состав радулы входит хитиновая базальная пластинка и расположены рядами хитиновые зубы общее количество зубов у ампулярий неизвестно но это достаточно большая цифра в несколько десятков тысяч в еде ампулярии абсолютно неприхотливы а иногда создается впечатление что они прожорливы и не насытны как уже говорил пищеварительная система ампулярий приспособлена для питания водной растительностью и в первую очередь это конечно же водоросли чистят стекла доедают то что не доели рыбки обрабатывая все дно аквариума даже очищают листья аквариумных растений но если корма будет недостаточно то растение становится пищей поэтому ценные растения и ампулярии несовместимы очень хорошо едят корма для рыб особенно удобно давать улиткам таблетки для донных рыб с удовольствием едят мотыля и даже дождевых червей если вдруг в аквариуме умерла рыбка то и она станет едой для ампулярий можно дать листья салата или огурец обязательно перед тем как давать такой корм обдайте его кипятком улиток невозможно перекормить как это бывает с рыбками наевшись досыта они просто оставляют еду и естественно все что ампулярии не доели необходимо убрать из аквариума чтоб не портилась вода помните если ампулярии перестали чистить стекла не нужно их подкармливать как только они останутся голодными стекла будут чистыми в отличие от многих улиток ампулярии не являются гермафродитами для разведения ампулярий нам нужен самец и самка но отличить ампулярий новичку достаточно сложное дело поэтому дам пару советов если вы купите сразу 5-6 этих моллюсков то 99 процентов что у вас будет и самец и самка еще один способ это наблюдение перед покупкой постойте перед аквариумом и понаблюдайте за ней если ампулярии половозрелые то велика вероятность то что самец залезет на самку это похоже на то что одна улитка решила покататься на другой если вы увидели то о чем я говорю это точно пара самка всегда снизу еще один способ возьмите ампулярию за панцирь скорее всего улитка спрячется и закроет дверцу поверните к себе закрытой дверцей так чтоб когда улитка вылезала голова была сверху можно попробовать ее положить на стол дело это не быстрое улитка несколько минут будет закрываться но потом все равно попытается вылезти чтоб перевернуться как только ампулярия вылезет нужно рассмотреть в манте слева маленький отросток но не путайте его с трубкой для воздуха который вообще находится с правой стороны если отросток есть это самец замечу что рассмотреть этот отросток реально если улитка достигла размеров хотя бы четыре сантиметра последний способ определение пола самый надежный но есть и другие стимулом для спаривания ампулярий является повышенная температура в аквариуме от 28 градусов плюс к этому хорошее питание размножение ампулярий происходит круглый год самец заползает на самку и сливается с ней через какое-то время самка откладывает икру часто делает несколько кладок кладка икры похожа на грязно-белую иногда розовую вытянутую грозь винограда в которой может находиться до 200 икринок как правило такая кладка находится над поверхностью воды у крышки или покровного стекла где большая влажность воздуха если икра находится в воде она погибнет если влажность воздуха маленькая она тоже погибнет вылупляются улитки через две-три недели но многое зависит от температуры и влажности воздуха а не полностью сформировавшиеся улитки и какого-то отдельного ухода к себе абсолютно не требует напоследок скажу о лечении аквариумных рыб если вы солите воду используете сульфат меди малахитовый зеленый метиленовый синий или от других подобных препаратов учтите ампулярии не переносят такие лекарства и погибают от них лучше всего на время лечения отсадить ампулярий в отдельную емкость на этом у меня все всего вам доброго и до новых встреч в новых видео на канале пар а